Добрый день! Я Екатерина Зернова, Народный мастер Российской Федерации под качество и методист Государственного музея-заповедника Куликово-Поле, филиал Тульские древности. Продолжаются наши с вами встречи, посвященные качеству от веретена до станка. Мы уже говорили об искусстве пледения на веретене, о работе с самопрялкой, о простых плетеных поясах, а сегодня мы будем рассматривать разные устройства для плетения поясов, шнуров, декоративных элементов для одежды. Это очень интересная тема от качеств, которые одновременно и древние, и абсолютно актуальные и современные. Как это может быть, сейчас расскажу. Первый инструмент, с которым мы будем работать, это вилочка. У меня вилочка очень простая, она сделана из фанеры, но современные мастера изготавливают очень красивые, они немного крупнее, из дерева, покрыты лаком. Конечно, на такой вилочке будет удобнее работать. И даже есть особая модификация вилочек, у которых четыре рожка. Но это больше похоже на древнюю вилочку, тем более, что в старину инструмент был очень миниатюрным. Несмотря на свою внешнюю простоту, этот инструмент позволяет плести несколькими разными способами шнурочки. Вот я покажу только один из них. Если кому-то это покажется интересным, вы всегда можете найти на богатых просторах интернета другие варианты плетения шнурочков на вилочке. Итак, в современной модификации вилочки есть еще вот такое вот отверстие для ниточек. В более древних вариантах оно отсутствовало. Вот. Ну, между тем, это удобно, когда мы хвостики пропускаем здесь, а затем оборачиваем восьмерочкой рожки нашей вилочки. Раз и второй. А далее у нас будет очень простой алгоритм. Нам нужно будет просто перекидывать нижние петельки через верхние. Вот. И благодаря свободному хвостику мы можем утянуть вот эту часть. И снова оборачиваем восьмерочкой и перекидываем нижние петелечки через верхние. Конечно, плести такой шнурочек не быстро, но зато он будет очень плотным, факторным, объемным. Его можно использовать для создания эксклюзивных украшений, для создания каких-то элементов одежды и, возможно, для того, чтобы просто делать красивые браслеты, как их сейчас любят назвать фенечки. Вот. Так что, двигаясь вот по такому алгоритму, мы можем сплести шнурочек. А как же будет выглядеть этот шнурочек? Давайте посмотрим. Обычно шнурочек плетеный на вилочке имеет четырехгранную форму. И чем больше мы возьмем нитей, тем крупнее будет шнурок. Но в старину любили достаточно изящные и тонкие изделия, поэтому часто плели, например, шелковые шнурки. Вот. Ну или небольшие шнурочки, как элементы одежды. Здесь мы можем видеть вот такой образец тонкого шнура, сплетенного на вилочке. Вот. И безусловным плюсом этой технологии является то, что шнурок выходит очень плотным. Если взять достаточно крупную вилочку и несколько нитей, мы можем сплести не просто шнурок, а, например, очень красивый пояс. Итак, мы переходим к следующему устройству для плетения. Мы говорили о вилочке. И теперь будем говорить о ромашке, как ее называют. Такое простое устройство можно изготовить даже из картона. Это самый легкий вариант для плетения. Ромашка с 8 лепестками. Вот. А может быть 16 лепестков, а может быть еще больше. Многие считают, что это устройство происходит из Японии, поскольку японцы уделяют большое внимание кумихима, искусство плетения ажурных красивых пестрых шнуров. Вот. Это неспроста. Японский костюм устроен так, что там используется очень много различных текстильных завязочек и шнурочков, но и плюс искусство оплетать оружие, оплетать рукояти оружия у японцев тоже очень актуально. Но на самом деле кумихима и ромашка не связаны между собой. И открыл мне этот секрет мастер из Великого Новгорода Наталья Николаевна Клевцова. Она привезла вот эту замечательную копию этнографического образца, который называется грибочек. Именно такой грибочек дала ей мама в детстве для того, чтобы учиться плести шнурочки. Грибочек устроен практически так же, как ромашка. Вы видите здесь деление для того, чтобы разложить нити. Вот. И центральное отверстие, из которого выходит шнурок. Разница заключается лишь в том, что грибочек, конечно, очень удобно держать в руке, в отличие от ромашки. Вот. И нити очень прочно держатся в этих прорезях. Но я люблю ромашку потому, что мы можем взять сразу две-три нити для плетения и сделать достаточно толстый шнурочек или даже поясок. Как бы то ни было, ромашка вот в настоящее время вызывает массу положительных эмоций у школьников и у преподавателей. И она дает возможность повторить ребятам простые понятия. Простые, но важные. Право и лево. По часовой стрелке и против часовой стрелки. И самое главное, что на ромашке можно учиться считать. До трех, до пяти, до семи. То есть в зависимости от возраста мы можем проводить занятия с ромашкой для детей детского сада, для школьников и даже для старшеклассников. Как это ни парадоксально, и они порой путают простые понятия. Итак, мы возьмем семь нитей. Правила плетения таковы, что нити всегда должно быть на одну меньше, чем прорези. Здесь у нас восемь прорезей, потому мы берем нитей семь. Но чем больше разных цветов мы используем, тем ярче и интереснее получается наш шнурочек. Так что я беру сразу шесть разных цветов. Мы, конечно, побольше используем красного. К недостаткам ромашки относится то, что мы не можем взять очень длинные нитки. Как вы видели, на вилочке мы можем использовать нити прямо с клубка и плести просто бесконечный шнурок. С ромашкой так не получится. Конечно, шнурок намного ярче, поскольку мы можем использовать много разных цветов. Но если мы возьмем очень длинные нити, вы сейчас поймете, почему в процессе работы они будут путаться. Однако можно использовать простые хитрости и сделать даже пояс на ромашке. Каким образом, я сейчас об этом расскажу. Итак, я взяла семь нитей, связала их узелочком. Это будет начало нашего шнурочка. И узелочек этот опустила в отверстие. В данном случае ромашка рассчитана на достаточно объемную работу. Так что в отверстии, возможно, придется немного придерживать пальчиком этот узелок. Дальше самое приятное. Можно разложить нити в таком порядке, как нам нравится в прорези. Но лучше чередовать разные цвета. Так шнурочек получится быстрее. На самом деле, как бы мы не разложили нити, в любом случае, будет очень красиво. Так же, как в простых способах плетения поясов, я здесь использую забавный алгоритм, который очень легко выучить. Обычно я говорю ребятам, ну вот, теперь мы учим волшебную фразу, которая поможет нам плести. Здесь эта фраза такая. Первая, вторая, третья перепрыгивает. Итак, мы плетем, считая ниточки против часовой стрелки, например, и передвигая их по часовой. Если вам это неудобно, вы можете двигаться в другом направлении. Главное, чтобы нити всегда двигались в одну и ту же сторону. Вот. Иногда, для того, чтобы ребята не запутались, можно рисовать стрелочки на самой ромашке. Итак, мы считаем всегда от пустой прорези. Первая, вторая и третья ниточка перепрыгивает в эту пустую прорезь. Теперь мы считаем по новой. От пустой прорези. Первая, вторая, третья перепрыгивает. Итак, дальше. Представляете себе, как много разных важных задач решается, когда плетет ребенок на ромашке. Помимо того, что у него развивается мелкая моторика рук, он повторяет счет, развивается внимание. Ну и самое главное, что в результате он получает красивый яркий браслетик или поясочек. Ну, правда, придется для этого немного потрудиться и уделить минут 15-20. Если ромашки будет больше лепестков, нам придется считать до 5 или до 7. Чем отличается ромашка от кумихима? Тем, что в искусстве плетения кумихима нити двигаются в разные стороны. А здесь мы всегда двигаемся в одну сторону. Она, безусловно, проще. Но это совсем не значит, что она хуже. Итак, я уже сплела немного и мы уже видим, что с другой стороны начинает формироваться шнурочек. Посмотрите, какие яркие и разнообразные шнурочки могут получаться на ромашке или на грибочке. Вот, сразу обращу ваше внимание, что на ромашке плетение получается немножечко свободнее, на грибочке поплотнее за счет того, что нити лучше держатся в прорезях. Вот такие замечательные шнурочки могут получиться на ромашке. Ну, а у вас огромный простор для фантазии, потому что сейчас продаются самые разные пряжи с люрксом, с различными волокнами. Так что вы можете придумать шнурки гораздо интереснее. Ну, а теперь следующий герой нашего рассказа. Это колодочка, которая тоже используется для плетения шнурочков. Почему-то многие называют их французскими куколками. Ну, вот, право не знаю, откуда это название. В русской культуре самое простое название колодочка обычно использовалась или старая катушка, или действительно полая внутри колодочка, в которую вбивали сверху гвоздики. И гвоздиков этих не обязательно было четыре, как здесь четыре ушка, хотя это классический вариант. Их могло быть и шесть, их могло быть и гораздо больше. Например, одна из современных фирм выпустила вот такую колодочку. Ну, правда, называться они могут совсем по-другому, но мы-то с вами знаем, откуда они взялись. Конечно же, конечно же, из русской деревни. Как же можно сплести штурок на колодочке? Для того, чтобы вы хорошо видели, что я делаю, я возьму вот такую прозрачную колодочку для детского творчества. Ну, к сожалению, здесь мы можем использовать одну нитку. Максимум можно плести в две нитки, но учитывая то, что она очень миниатюрная, плести будет сложно. Так что я возьму всего одну ниточку. Давайте возьмем яркую, чтобы было получше видно. Так. Хвостик мы опускаем внутрь. В некоторых случаях, когда продеть достаточно трудно, приходится использовать крючок или привязывать специальный грузик внизу. Ну, в данном случае у нас нет проблем. А дальше мы начинаем двигаться по часовой стрелке, оплетая каждый рожок. Все четыре один за другим, а затем вторым слоем. Это будет немного похоже на плетение на вилочке. Обычно для того, чтобы было удобнее плести, используют специальную шпильку. Такая шпилька прилагается к деревянной колодочке, допустим, или к пластиковой. Можно, конечно, плести и с помощью пальцев, но если шпильки не прилагалось, можно взять, в конце концов, зубочистку. В любом случае наша задача заключается в следующем. Мы берем нижние петельки. Тут понадобится, конечно, ловкость рук. И перебрасываем их через верхние. Одну за другой. И немножечко можем поддернуть внизу, для того, чтобы плетение было поплотнее. Далее мы продолжаем двигаться по тому же алгоритму. Раз, два, три рожка мы оплетаем, или четыре сразу. И продолжаем перебрасывать, двигаясь по часовой стрелке, петельки. Давайте я повторю это еще раз, чтобы было лучше видно. Итак, мы оплетаем каждый рожок, а затем перебрасываем нижние петелечки через верхние. Да, терпение, конечно, вам понадобится. Спорить не стану, но поверьте, результат будет великолепным. Какой же шнурочек может получиться на такой колодочке? У нас уже есть готовый образец. Этот шнурочек тоже четырехгранный, но гораздо более объемный, чем тот, который мы плели на вилочке. А что же будет, если мы возьмем вот эту колодочку? У нас получится вот такой необычный шнурок. Вы спросите, а что же с ним делать? Я нашла ему вот такое применение. Сделала бусы с деревянным наполнением. Ну, а если мы возьмем рамочку с достаточно большим количеством металлических петелек, на ней можно будет сделать просто все, что угодно. И гетры, и метенки, и, возможно, необычный шарфик. Способ плетения здесь абсолютно точно такой же. Я, например, на такой рамочке сделала для себя вот эти пушистые и теплые метеночки с помпончиками. Ну, а если вы еще и умеете ткать, то можно добавить к ним вот такой теплый шарфик. Итак, мы поговорили сразу о трех разных инструментах для плетения, а возможно и больше. Вилочка, ромашка, вместе с ней грибочек, колодочка, которая имеет множество модификаций. И, конечно, вы скажете, ну где же найти время, чтобы плести эти чудесные шнурочки? Я вам отвечу. На помощь нам придут современные изобретатели. Уже выпустили волшебное устройство мельница, которое просто обожают дети, позволяющее делать очень быстро пояса, шнурки и прочие декоративные элементы. Сейчас я покажу, как оно работает. Ну, в этом случае, поскольку устройство современное, мы можем взять и современную нитку, конечно же. Я возьму вот такую меланжевую пряжу. Скажу вам по секрету, что разные креативные пряжи, но не слишком пушистые, очень хорошо подходят для плетения на колодочке. Если пряжа рыхлая, лучше, конечно, использовать ее для плетения на ромашечке, допустим, или на вилочке. Ну, а вот такое устройство, как мельница, оно довольно требовательно, на самом деле, к пряже. И не всякую нить можно использовать. Итак, для того, чтобы мельница работала, мы должны, во-первых, продеть ниточку через специальную петельку. Затем опустить ее в отверстие. Ну, здесь оно достаточно большое, плюс мельница из пластика, так что проблем никаких не будет. И привязать специальный груз. Использовать, а бы что здесь не получится, по той простой причине, что груз имеет строго фиксированный вес. Итак, мы прикрепляем ниточку к грузу. И есть еще небольшая хитрость. Внутри, когда мы вращаем ручку, движутся специальные петельки с крючочками. Значит, в самом начале плетения мы должны прикрепить ниточку к этим петелькам через одну. Одну пропускаем, за одну закрепляем. Так. А затем мы можем ввести в действие наш грузик и просто крутить ручку. Вот они, современные мастерицы. Все для облегчения работы. И скажу вам по секрету, что отличить шнурочек, сплетенный на мельнице, от шнурочка, изготовленного на колодочке, очень сложно. Зато на мельнице он может быть фантастически длинным. И вот вы уже видите результат моего титанического труда. Вот этот волшебный, креативный шнурочек. Что делать, если грузик опустился до земли? Ну, конечно же, подвязать его повыше. Завязать узлом уже готовый шнурок. И можно продолжать работать. И вот что у нас получилось. Объемный, фактурный и очень аккуратный шнурочек. Конечно, вручную сложно сделать его таким ровным. Так хорошо держать натяжение. Так что, дорогие друзья, приходя в магазин «Все для рукоделия», я всегда задаю один и тот же вопрос продавцам. А что у вас есть нового? Помни о том, что все новое – это хорошо забытое старое. Вот такой удивительный простор для фантазии дают простые инструменты для плетения. Яркие пестрые шнуры, сплетенные на ромашке. Необычные декоративные изделия, изготовленные на колодочке. А можно ведь сплести и не из одной ниточки, а из двух. И тогда у нас получится вот такой пестрый двусцветный шнурок. А на вилочке мы можем взять одновременно несколько нитей, изготовить вот такой объемный пояс. Экспериментируйте и фантазируйте. А мы ждем вас на следующей встрече, которая будет посвящена очень древнему и очень интересному способу плетения, который называется «дерганая тесьма» или «фингерлуп». Субтитры делал DimaTorzok